Здравствуйте, с вами Мария. Я рада приветствовать вас на курсе «Как избавиться от депрессии». То состояние, которое вы сейчас внутри себя переживаете, связано с огромным количеством накопившейся боли, страданий, душевных терзаний, переживаний, слез. Это очень тяжелый эмоциональный период в вашей жизни. Часто это состояние депрессии называют эмоциональной усталостью, потому что человек испытывает эмоциональное истощение. Слишком много всего навалилось, слишком много переживаний. Это не клиническая депрессия, потому что сам термин депрессия взят из клинической психологии. И я вас уверяю, что у вас нет этого синдрома. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что состояние клинической депрессии связано с тем, что человек оказывается буквально на грани между двумя мирами. Его настолько перестает все интересовать, и такое впечатление, что он находится в какой-то глубокой спячке. Он может просто лежать в прострации, ходить под себя, не различать цвета. Это клинические проявления состояния, и, конечно, ему уже нужна помощь специалиста. Эти люди находятся в стационаре, используют для лечения сильные психотропные средства. Вам этого ничего не нужно. Вам не нужны лекарства, вам не нужна помощь психиатра. Вы прекрасно справитесь с этим состоянием сами. Одно то, что вы уже работаете над собой на этом курсе, и купили этот курс для того, чтобы справиться с депрессией, говорит о том, что все-таки жажда жить, жажда получать радость во всем ее разнообразии, испытывать положительные эмоции, а не только эти тяжелые эмоции, в которых вы сейчас находитесь, у вас есть. У нас все прекрасно получится. Вы справитесь с этим, и я вам в этом помогу. Даже если сейчас вам очень плохо, конечно, вы все еще переживаете, плачете. Я все это прекрасно понимаю и знаю. Я получаю очень много писем, в которых женщины делятся со мной теми сложностями, которые они сейчас проходят. Но, тем не менее, выход есть всегда. Выход есть и в этой ситуации. Давайте сейчас с вами рассмотрим, что нужно сделать. Сейчас вы эмоционально истощены. Поэтому у вас нет постоянной внутренней уверенности, что у вас все получится, что я со всем справлюсь, что я смогу перенести все это совершенно на другой уровень, в том числе и наше отношение с супругом. И второе – это серьезное внутреннее потрясение, которое влияет на это состояние очень сильно. Исчезла картина позитивного совместного будущего. У вас сложилось какое-то ощущение представления, что рядом со своим любимым человеком, даже если у нас были какие-то проблемы, все это решаемо. Мы идем по жизни рука об руку вместе. И вдруг эта картина совершенно разрушилась. Рухнуло это представление, то есть крайняя степень неуверенности, нежелание действовать дальше, неумение и невозможность здраво рассуждать в этом состоянии, принимать какие-то адекватные шаги для того, чтобы все исправить. К сожалению, сейчас это естественная, объективная внутренняя картина того, что вы испытываете, что вы переживаете. К счастью, вы не поддались самому распространенному соблазну – заглушить эту боль, утопить ее в вине. К сожалению, очень часто к этому прибегают, таким образом еще больше усугубляя свое состояние. Вы сделали решительный шаг, предприняли правильное действие, вы купили этот курс. Поэтому я вас поздравляю. У вас есть все силы и все возможности для того, чтобы преодолеть и это, чтобы научиться всегда справляться с подобным состоянием, если вдруг будет какая-то обратка. Кстати, это совершенно естественно, ничего страшного, потому что человек не может постоянно быть в очень ровном, прекрасном расположении духа. Жизнь есть жизнь. Когда вы знаете, как справиться с этим состоянием и не допустить его углубления, это дает вам преимущество по жизни. Это первый шаг, который вы сделали, и второй шаг – нужно снова воссоздать вот эту картину, картину вашего совместного будущего. Не просто воссоздать, а поверить в это, поверить, что это будет работать хорошо. Так уж человек устроен, что нам всегда хочется сразу. Или же они считают, что если они сразу этого не получили, значит, они этого уже не получат. Или вообще, что жизнь не удалась. Почему у нас такое происходит? К сожалению, это особенности нашего мышления. Поэтому у нас внутри есть два полюса. Вот это хорошо, а вот это плохо. Часто мы не рассматриваем промежуточные варианты. Но дело в том, что истина всегда где-то посередине. Не может быть совсем все идеально или совсем все плохо. Так не бывает. Это может быть только в нашем представлении, в наших суждениях, в нашей оценке какого-либо события. Например, недавно я написала своим клиенткам, которые купили курс, и попросила их поделиться своими впечатлениями. Своими результатами. Пришло 400 ответов. Из этих 400 ответов 270 женщин вернули свои отношения. То есть мужья вернулись, и они переживают снова этот медовый период в своей жизни. То есть у них все хорошо. Они полностью довольны. Еще 70 человек написали, что несмотря на то, что муж стал с ними встречаться, приходить, у них стал хороший секс, они общаются, но отношения на стороне пока присутствуют. Он окончательно еще не перешел к ним. Они считают, что результата не получили. Когда мы стали разбирать эти ситуации, выяснилось, что если муж решительно уже уходил, обрывал совершенно все связи, то есть не было никакого общения, если редко общение случалось, то это исключительно надо было решать или бытовые вопросы, или это было связано с ребенком общим. Фактически он общался из-за ребенка, а не с самой женщиной, потому что хотел этого. Сейчас он общается с самой женщиной, он приходит именно к ней на свидание, именно с ней у него хороший секс, то есть попутно какие-то проблемы решаются, и она считает, что результата нет. Это всего лишь промежуточный этап работы. Нужно набраться терпения, потому что у всех ситуации абсолютно разные. Кто-то где-то недоработал, нужно быть честной, чтобы понять, что здесь я могла сделать паузу или еще углубиться. Но мне хотелось все побыстрее, и я перешла к следующему этапу. Поэтому, несмотря на то, что результат получила, он не совсем такой, какой мне бы хотелось видеть. И совсем небольшой процент женщин из этих четырехсот совсем не получили никакого результата. Как выяснилось, это те, которые просто не стали работать. Информацию получили, послушали, не поверили, что это получится. И, кстати, большинство, которые начинают работать на курсе, первая реакция – это «я не верю». «Я не верю, что все это получится». Но когда благополучно проходят первый этап, уже появляется стимул. На втором этапе воодушевления гораздо больше. В результате, когда женщины все делают последовательно, все получается. И этот оставшийся процент женщин просто не стали ничего делать. Поэтому, естественно, что результата нет. И в данном случае для меня эта статистика – огромный стимул развивать проект дальше. Именно поэтому я пишу новые курсы, используя самые частые темы, которые возникают в процессе прослушивания основного курса. Я раскрываю все это очень глубоко для того, чтобы вы могли самостоятельно это проработать, получить помощь и поддержку. Меня это стимулирует. Я фиксируюсь на положительном результате этого взаимодействия с вами, этой нашей с вами работы. То же самое должно происходить и с вами. Вы уже многого добились, у вас уже многое получается. Когда у вас получается признать «да, я уже многого добился, сейчас уже хорошо, сейчас все не так, как было раньше», это первый шаг для того, чтобы справиться и выйти из этого дистимического состояния, которое вы называете депрессией. Мы с вами после теоретической части нашей работы сделаем глубокую внутреннюю настройку, которая станет очень серьезным шагом на пути к самому себе, к осознанию и к признанию и своей внутренней силы, и своих внутренних ресурсов, которые помогут вам легко справиться с этим депрессивным состоянием в любое время, в течение всей вашей жизни и, конечно же, сейчас, на этом этапе. Я помогу вам создать и испытать такое приятное ощущение от жизни, что оно будет вас поддерживать всегда. Да, но я выполняю часть своей работы. Вам же, со своей стороны, нужно будет обязательно признать и то, что до сих пор вы делали не так. Как вам хотелось бы, вы не получили такой результат. Но не надо разочаровываться. Нужно признать свои успехи, причем на этом пути не надо сравнивать с другими, что, мол, ну надо же, у нее вот так, а у меня... Сравнивать можно только с самим собой, со своими прежними достижениями. Поэтому, если, например, неделю или 10 дней назад у меня совсем ничего не получалось, а сейчас я это уже могу, вот мое достижение. И за это надо себя хвалить. Надо прямо себе говорить, я молодец. Смотрите все время на то, что вы делаете, и сравнивайте себя только с самой собой. Тогда вы увидите, какими смемильными шагами вы продвигаетесь в любом направлении. Если вы прикладываете усилия, вы всегда получаете результат. Поэтому спокойно и объективно смотрите на то, что вам уже удалось, и не расстраивайтесь по поводу того, что пока еще не получается. И это касается не только ваших отношений с мужем. Это касается всего, что окружает вас в вашей жизни. Если вы измените свое отношение к таким вещам, то, поверьте мне, жизнь станет гораздо интереснее. Вы будете чувствовать себя намного счастливее. Это будет соответствовать действительности. Это не будет самообман. Это будет ваша реальность, ваши личные достижения. Самое сильное разочарование настигает человека только тогда, когда он готов или к стопроцентному результату, или тогда ни к какому. Но промежуточный результат очень важен. Поэтому у вас все прекрасно получится, и мужа вы непременно вернете. Просто вам понадобится на это немного больше времени. Я хочу обратить ваше внимание на очень серьезный момент, который ярко включается в вашей жизни. Подумайте над тем, почему вы свое внутреннее эмоциональное состояние поставили в зависимость от того, как складываются ваши отношения с мужем. На самом деле, вы можете чувствовать себя счастливой сама по себе. Просто потому, что вы счастливы. Просто потому, что вам хорошо. Потому, что вы живы, здоровы. Открыли глаза утром. Небо голубое. Птицы поют. Ничто на вас не давит из внешних обстоятельств. Вы не прикованы к постели. Вы не болеете. Вы обладаете всеми возможными ресурсами. У вас нет нехватки чего-то. У вас все есть. В вас самой все есть. И когда вы ответственность за свое эмоциональное состояние перекладываете на другого человека, то, конечно же, вам хорошо или плохо в зависимости от того, как он к вам относится, как он себя проявляет. Вам нужно понять, что никто не ответственен за ваше эмоциональное состояние. Если вы выбираете сейчас страдать и чувствовать себя плохо, по какой-то причине вам это сейчас надо. Это просто захватывает вас целиком. Хорошая для вас новость. И вы ее можете применить прямо сейчас. Принять решение. Я больше не хочу находиться в этом состоянии. Я выхожу из этого состояния. То есть взять на себя ответственность за то, что вы чувствуете в каждый момент времени. Не перекладывать эту ответственность на другого человека. И несмотря на то, что вы сейчас переживаете, вокруг вас есть люди, которые искренне и по-настоящему к вам привязаны и любят вас. Если у вас живы родители, это ваши родители. Если есть дети, это ваши дети. Даже если вам кажется, что они не проявляют свои чувства так, как вам хотелось бы, они вас очень любят. Наверняка у вас есть подруги, которые вас поддерживают в этой ситуации. Посмотрите, сколько у вас есть поводов благодарить жизнь за то, что у вас есть. У вас есть крыша над головой. Слава Богу, не бедствуйте. Понятие денег, оно тоже может быть разным. Денег много не бывает. У вас есть все необходимое. И это еще один повод, чтобы быть благодарным жизни за то, что у вас есть. Это не так мало. Благодарность – это великая сила. Я хочу на этом остановиться. И вы сейчас поймете, почему. Всем нам, как воздух, нужна благодарность. Осознаем мы это или нет. Но мы всегда ее ждем. Чаще всего ждем от других. Нам очень хочется, чтобы все наши заботы, заслуги, победы были оценены и признаны. Есть задание, которое я вам предлагаю сделать. Составьте список, от кого я жду благодарности и за что. Например, начните писать «Жду благодарности от…» И все, что придет в голову, напишите. Не думайте и не оценивайте. Другой список. «Я жду благодарности за…» Здесь точно так же. Пишите, не оценивая все, что придет вам в голову. Потом посмотрите, что у вас получилось. Сколько вы ждете благодарности от людей и от мира? А потом спросите себя, «Умею ли я благодарить?» Как часто я благодарю других? Как часто я благодарю себя? Нет смысла ждать благодарности от окружающих. Можно начинать благодарить самой. Когда вы благодарите за что-то, вы начинаете замечать, что принимаете что-то с радостью и начинаете ценить больше то, что имеете в своей жизни. Причем сила благодарности очень велика. Благодарить можно кого угодно и сколько угодно раз. Например, родителей за то, что они вам подарили жизнь. Себя благодарить за все, что вы уже сделали. Что вы поняли. За то, что в этой ситуации найдете выход тот, на который вы рассчитываете. У вас все прекрасно получится. Солнце светит. Солнце благодарите. Друзей благодарите. Как только вы начнете регулярно практиковаться в благодарности, вы заметите, какие удивительные перемены будут происходить в вашей жизни. А сейчас для вас упражнение для тренировки благодарности. Вы можете выбрать 10 человек, которые имеют особое значение в вашей жизни, и поблагодарить их. Выскажите им свою признательность и благодарность. Конечно, это можно сделать лично. Но если это слишком трудно для вас, вы просто можете мысленно сказать им, за что вы им благодарны. Можете это написать также и на листочке. Вспомните самые важные ситуации в своей жизни, все свои успехи, все поражения, и поблагодарите себя за все это. Это ваш новый опыт. Это труд вашей души, который помогает раскрыться наиболее ярко, который помогает понять себя. Вы прошли какой-то урок, вы чему-то научились. Поблагодарите за это. Поблагодарите в первую очередь своего мужа за то, что вы, благодаря этой ситуации, выходите за пределы себя. Понимаете вещи, которые до этого были недоступны вашему пониманию. Вы становитесь мудрее, вы становитесь взрослее, вы становитесь настоящей женщиной. Поэтому возьмите за практику каждый день благодарить себя. Сделали какой-то шаг, у вас что-то получилось, поблагодарите себя. Попробуйте 10 раз благодарить себя каждый день. 10 раз благодарить других людей, близких, дальних, неважно каких. И посмотрите на себя, как вы начнете себя чувствовать уже на этой волне благодарности. Вы можете делать это вслух, когда это уместно. Можете просто мысленно посылать благодарность. В любом случае вы убедитесь в том, что благодарность обладает волшебной силой. Не побоюсь этого равнения. И просто наблюдайте, какие изменения станут происходить в вашей жизни на этом фоне. Хочу заострить ваше внимание на следующем моменте. Дело в том, что в любом депрессивном состоянии есть некоторая вторичная скрытая выгода. Я понимаю, что это не совсем приятно для вас звучит. Вы можете спросить, какая там выгода. Мне плохо, я страдаю. Но тем не менее, это так. Понимаю, что факт не самый приятный. Но мы с вами договорились, что говорим все на чистоту, так как есть. Поэтому иногда не самый комфортный способ преподнесения информации оказывается эффективным. Для того, чтобы понять, в чем, собственно говоря, для вас вторая выгода. Вы можете прямо сейчас задать себе такой прямой и честный вопрос. Если бы вы могли обратиться к депрессии и спросить, «В чем для меня выгода в этом состоянии?» Что мне несет эта депрессия? Когда я в ней нахожусь? Когда испытываю эти сильные эмоции? Чувства, сопряженные с какими-то переживаниями? Если вы зададите себе этот вопрос, и в сознании что-то всплывет, если вы не будете это анализировать, опровергать, этот вариант ответа будет самым верным и самым правильным. Если вдруг у вас это не получилось, я вам просто скажу, какие моменты, как правило, всплывают в таких ситуациях. Во-первых, человеку в таком состоянии хочется, чтобы его пожалели. Пожалели очень активно, потому что он же страдает, ему плохо. В том числе ваш супруг. Вам хочется, чтобы он увидел, как вам больно, как вы страдаете, и, соответственно, предпринял какие-нибудь ответные действия, которые помогли бы вам выйти из этого состояния. Получается небольшое манипулирование. То есть, смотри, как мне плохо, ты виноват в том, что мне плохо, поэтому ты ответственен за мое состояние. Таким образом, мы перекладываем ответственность за наше состояние на другого человека, что, конечно же, крайне неверно. Но мы об этом никогда не задумываемся. Не задумываемся о том, что именно такой механизм может срабатывать. Поэтому сейчас я вам об этом говорю. В этом состоянии может быть так, что наша психика просто-напросто нас защищает. Когда мы не справляемся с тем, что происходит, с эмоциями. Это просто защитный механизм. Нас оберегают от того, чтобы мы какой-то своей мыслительной деятельностью, какими-то действиями эту ситуацию не усугубили еще больше. Еще один момент. В чем скрытая выгода такого состояния? нам иногда просто нужно побыть наедине с собой. Такое состояние нам дает возможность отгородиться, спрятаться от внешнего мира, от общения и позволить себе попереживать. Может быть и такое. А сейчас настало время серьезного и отважного момента. Вы должны задать себе сейчас самый главный вопрос. И этот вопрос звучит таким образом. «Когда я хочу перестать страдать?» Сколько мне нужно времени, чтобы выйти из депрессии? И обозначаете для себя очень конкретный срок. Подумайте, сколько вам нужно времени, чтобы еще побыть в этом состоянии? Какая бы причина за этим не стояла? Возможно, вам действительно нужно отдохнуть. Возможно, вам нужно еще немного подумать о каких-то вещах, попереживать их внутри себя. И это не хорошо, не плохо. Это касается вас. И вы сами лучше себя знаете. Но обозначить это время нужно обязательно. Кому-то понадобится один день, кому-то неделя, кому-то достаточно прослушать эту запись для того, чтобы решительно сказать себе «Все, с сегодняшнего дня я буду жить и радоваться вопреки всем обстоятельствам». Я начинаю жить и действовать по-другому. Я выбираю выйти из депрессии. Поверьте мне, когда вы примите такое решение и заявите себе решительно со всей внутренней решимостью, у вас все это получится. Поэтому для себя обязательно обозначьте конкретный срок и потом уже начинайте действовать. И я вас уверяю, что после такой работы, которую мы сейчас с вами выполним, это получится самым наилучшим образом, потому что по контрасту, испытав то состояние, в которое я вас сейчас введу, вы поймете, что на самом деле сила жить и радоваться, ощущение радости жизни, оно есть внутри вас. Вы в любой момент жизни можете это чувство себе активировать. И никто не ответственен за ваше эмоциональное состояние. Только вы сами. Вы автор, режиссер всех событий, которые с вами происходят. Поэтому берем на себя ответственность и живем полноценной жизнью радостно и счастливо. И поверьте мне, когда вы будете находиться в таком радостном состоянии, то все события вокруг вас начнут выстраиваться в таком ключе. Хочу поделиться с вами еще одной совершенно уникальной фразой, которая звучит, кстати, очень просто, но эффект от ее произнесения невероятно совершенен. Фраза звучит таким образом. Как я счастлива, что я счастлива. И повторять ее лучше, когда вы ложитесь спать. Вместо того, чтобы какие-то тяжелые мысли в голове гонять, опять слезы пускать, расстраиваться, пересильте себя и скажите, как я счастлива, что я счастлива. Вполне могу допустить, что в первое время это будет очень сложно сделать, потому что вмешивается ум и говорит, какое тут счастье, когда мне так плохо. Но вам нужно просто прислушаться к звучанию этой фразы. Как я счастлива, что я счастлива. смысл в том, что никто не ответственен за мое эмоциональное состояние. Только я сама. Если я обращаюсь вовнутрь себя и отталкиваюсь от всех этих внешних обстоятельств, которые на меня сейчас давят, и просто остаюсь наедине с собой, я знаю, что сама по себе я очень счастливый человек. У меня есть крыша над головой. У меня есть что покушать. Я ничем серьезным не болею. У меня есть работа, у меня есть друзья, родители, есть отношения, над которыми я сейчас работаю, есть мои дети. Очень много поводов для радости. Это все вокруг меня. Это есть во мне, поэтому я сама по себе счастливый человек. Вот в чем смысл. Когда просыпаетесь утром, то точно так же говорите себе «Как я счастлива, что я счастлива». Как утреннее приветствие самой себе. Вы настраиваетесь на позитив на целый день. Попробуйте это осуществить. Пройдет немного времени, и вы сами убедитесь тому, как приятно находиться в этом состоянии, как все меняется вокруг вас. А тема все та же самая. Я ответственна за то, что я ощущаю. Я то, что я испытываю. Я сама это выбираю. Сейчас вы обозначите для себя срок, конкретное время, когда вы выйдете из своего депрессивного состояния. Это нужно сделать обязательно для медитации, которую мы сейчас с вами будем делать. Вы сможете проработать причины своей депрессии, убрать эти причины и выйти из этого депрессивного состояния. Прежде чем мы начнем работать над второй частью нашего курса, я рекомендую вам поставить запись на паузу и прослушать первую часть еще раз. Для чего это нужно сделать? Я хочу, чтобы вы ответили на все вопросы, которые я вам задаю. Если что-то нужно написать на листочке, пожалуйста, сделайте это. Приготовьте ручку и листок бумаги для того, чтобы у вас все это было перед глазами. И самое главное, обозначьте для себя четко срок, когда вы выходите из своего депрессивного состояния. Какой бы срок не пришел к вам на ум, пускай это будет сейчас, через день, через неделю, просто обозначьте для себя этот срок. Это очень важно. И только после этого приступайте к прослушиванию второй части занятия. Я напоминаю вам о том, что нужно о себе позаботиться, если вы до сих пор этого не сделали. Отключить все посторонние шумы и звуки. Отключить телефон, скайп, для того, чтобы посторонние звуки не выбили вас раньше срока из того процесса, в котором вы будете находиться. Если вы дома не одна, попросите своих домашних вас не беспокоить. И лучше всего эту часть слушать в наушниках. Итак, сейчас, пожалуйста, прослушайте первую часть записи еще раз. Ответьте на вопросы и после этого приступайте к прослушиванию второй части курса. Итак, мы с вами начинаем медитацию по освобождению от депрессии. а сейчас сделайте глубокий вдох, выдох и закройте ваши глаза. Делать ничего не нужно. Достаточно только слушать и слышать меня. удивительно, но в русском языке слова слушать и слышать имеют очень разное значение. И я прошу вас именно слышать меня. вас окружает сейчас огромное количество звуков. И все эти звуки во внутреннем и внешнем вашем пространстве создают единое звуковое пространство, которое сейчас уютным, привычным фоном укутывает вас как мягким покрывалом, проникает в вас, мягко обволакивает вас своим безопасным, расслабляющим, уютным теплом. Делать ничего не нужно. Говорить ничего не нужно. Не нужно сильно стараться. Просто доверьтесь тому процессу, который будет происходить. Эта медитация принесет вам огромное облегчение, позволит сбросить груз со своей души, снова ощущать радость жизни. Для того, чтобы это произошло, вспомните себя в возрасте пяти лет. Когда вам было пять лет, вы не знали, что вы ребенок, и у вас тогда не было суждений, пагубных привычек. Вы смотрели тогда на ручеек, и этот ручеек казался вам огромной рекой. Вы смотрели на реку, и эта река была для вас огромным потоком, а лужа во дворе перед подъездом казалось настоящим морем. Вспомните свои ощущения легкости, беззаботности, радости от всего, что вы видите. Вы смотрели на небо и видели там волшебные картины. Перед вами оживали сказочные замки, битвы драконов, и в каждом облачке оживала своя сказка. «Весь мир был тогда таким большим, а день длился так долго, как целый год. Позвольте тем чувствам, тем воспоминаниям, каждому приятному чувству, которое приходит с таким воспоминанием, наполнить ваше тело, раствориться в вашем теле. И вот уже самое приятное из этих воспоминаний наполняет вас приятной легкостью, заполняя все клеточки вашего тела, от пяток до самой макушки, приятным, расслабляющим ощущением радости жизни. Того, что все возможно, что вы сможете абсолютно все с бесстрашием, любопытством и тем радостным ожиданием каждого нового момента жизни, который открывает перед перед вами свою тайну. Это детское состояние счастья, радости, полноты ощущений по-прежнему живет в вас. только оно спрятано под грузом прожитых лет ваших взрослых суждений, но все эти воспоминания живут живут в вашем сердце. И это детская радость, которую мы с вами сейчас разбудили. это радость сияющим звенящим потоком разливается по всему вашему телу, заполняя каждую клеточку так полно, так легко, так естественно и просто, как когда-то в детстве. Позвольте себе погрузиться в эту часть ваших эмоций, чистых чувств, чистых состояний, которые для вас наиболее приятные. Мы так устроены, что храним в себе все чувства, все воспоминания. И на чем мы фиксируем свое внимание, то и начинает проявляться в нашей жизни. А сейчас я начну считать из каждой следующей цифрой. Просто позвольте приятным чувствам наполнять каждую клеточку вашего тела. Заполнять вас без остатка. Просто наслаждайтесь этим процессом. Один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать восемнадцать позвольте этому состоянию которое прямо сейчас приятной волной поднимается от копчика и распространяется по всему позвоночнику вверх расцвестив вас прекрасным распускающимся цветком радости который благоухает и исцеляет вас успокаивает вашу душу наполняет легкостью ваша означает только в расцветает и исцеляет czł нас кв свечет и ус наполняем Расцветает и исцеляет. Просто позвольте этому происходить. А сейчас, когда эти чувства усиливаются в вас, ваш цветок распускается в вас, и исцеляет вас. Просто плывите на волне этих ощущений. А я расскажу вам одну историю. Когда-то, в стародавние времена, жила одна прекрасная планета. И эта планета была самым прекрасным местом во Вселенной. Зелёные поля, бескрайние луга, глубокие моря. Всё дышало жизнью и было наполнено любовью. Но однажды произошла катастрофа. Из недр земли изверглась лава, которая уничтожала всё на своём пути. Из цветущего сада планета превратилась в безжизненную пустыню. Только океаны по-прежнему сверкали водной гладью. В них отражались небеса. Но вот прошло какое-то время. И на планете снова зародилась жизнь. Пепел опустился на дно морей и океанов. Один жизненный цикл сменял другой. И планета снова ожила. И постепенно превратилась в цветущий сад. Планета стала ещё прекраснее, чем её прежний облик. Со временем эта катастрофа забылась. Но в памяти осталось самое главное. Одно важное-важное воспоминание. Даже если снова произойдёт такая катастрофа, жизнь снова вернётся на планету. Нужно только немного подождать. И это произойдёт снова. И правда в том, что если это снова произойдёт на планете, то всё восстановится гораздо быстрее. Потому что такова природа циклов, которые проистекают в природе. Так и у моря есть свои отливы и приливы. Отливы и приливы есть и у людей. Такие циклические периоды происходят в наших внутренних состояниях. И когда мы преодолеваем что-то, мы становимся сильнее, гораздо мудрее, приобретаем свой бесценный опыт. И именно этот опыт помогает вам стать той, которой вы уже являетесь. Прекрасной, мудрой, сильной и любящей женщиной. Пока я рассказывала вам эту историю, внутри вас всё усиливались и усиливались приятные ощущения. И сейчас мы с вами усилим это приятное состояние. И с каждым новым вдохом и выдохом это состояние будет усиливаться. Вдох, выдох. Приятные ощущения усиливаются. Вдох, выдох. Приятные ощущения усиливаются. И ещё раз. Вдох, выдох. приятные ощущения усиливаются и заполняют всё ваше тело. Каждую вашу клеточку, от макушки до кончиков пальчиков. Сейчас вы прослушали эту медитацию один раз. Вы сделали очень серьезную работу. И эта работа содержит в себе зерно, которое проникает в почву вашей души. И теперь, во время сна, в вашей душе будут расти целительные всходы радости, которые каждую ночь будут наполнять вас исцеляющим светом радости жизни. И это ощущение будет усиливаться с каждым разом, с каждой ночью. Просто доверьтесь этому процессу. Позвольте этому происходить. И самое главное, когда вы приняли конкретное решение, сказали себе, я выхожу из депрессии, обозначили для себя время. Когда вы решительно покончите со своей депрессией, все именно так и произойдет. С вами останутся только приятные ощущения. Все неприятные ощущения уйдут навсегда. А сейчас не торопитесь открывать ваши глаза. Дайте себе возможность побыть в этом состоянии. Дайте себе возможность почувствовать эту радость, эту легкость. Насладиться этим состоянием. Почувствуйте, что вы уже хорошо отдохнули. И только после этого мы с вами приступим к третьей заключительной части нашей работы на этом курсе. И это работа по восстановлению вашего внутреннего состояния. И эта работа будет продолжаться каждую ночь. Потому что то, что мы с вами сделали, активировала глубокие внутренние процессы восстановления. И поэтому каждую ночь эти процессы будут углубляться в вас. И каждое утро вы будете просыпаться обновленной. Вы будете чувствовать себя с каждым днем все лучше и лучше. Итак, еще немного побудьте в этом состоянии. И мы с вами продолжаем эту работу. Итак, мы с вами переходим к третьей части нашей работы. И я вас поздравляю сразу двумя вещами. Во-первых, я благодарю вас, что вы выполнили мою просьбу и прослушали еще раз первую часть записи этого курса. Сделали те задания, про которые я говорила. Это интеллектуальный блок нашей работы. Также вы сэкономили огромное количество нервов, времени и денег. Это тот самый случай, если бы со своей проблемой вы обратились к психологу. И прошли бы с ним эти этапы, которые мы с вами сегодня выполнили, за пять, шесть или семь занятий. Это точно. Представьте себе, сколько бы усилий и ресурсов вам пришлось затратить. Сейчас вы справились с этим самостоятельно. С моей помощью за более короткий период времени. Конечно, работа еще продолжится. И я вам настоятельно рекомендую моменты, которые я озвучивала. Сила благодарности, как я счастлива, что я счастлива. Взять на заметку. И не просто взять на заметку, а практиковать это. Сделать это ежедневной вашей практикой. Тогда вы увидите, как самые благоприятные изменения будут входить в вашу жизнь. Менять ее с каждым разом к лучшему и лучшему. Только не ленитесь. Главное – выполнять это. Это первый момент. И второй момент. Я поздравляю вас с очень важным делом, которое вы сделали. Вы прослушали сейчас медитацию, которая глубоко изменит ваше внутреннее состояние. Даже если сейчас вам кажется, что будто бы ничего не произошло, я вас уверяю, что это всего лишь игры вашего разума. Я не раз проводила эти медитативные настройки с погружением таким образом на консультациях, которые я проводила вживую. Женщины находились в очень сильном депрессивном состоянии, и ни разу не было случая, чтобы эта медитация не оказала своего плодотворного воздействия. Это обязательно произойдет и в вашем случае. Ваша задача, чтобы глубоко закрепить в себе это состояние, прослушать эту медитацию как можно большее количество раз. И с каждым разом этот навык глубокого погружения, глубокого ощущения будет ощущаться все больше и больше, все сильнее и сильнее. Не забывайте, что эта работа будет продолжаться и ночью. Мы не всегда себе отдаем отчет в этой работе, которая происходит ночью. Но эта медитация записана таким образом, что она воздействует на вас не только днем, она продолжает действовать и углубляться ночью. Эти установки в вас вложены, поэтому состояние будет улучшаться и улучшаться. Более того, хитрость в том, что медитация написана таким образом, что сначала вы даете себе установку, определяете для себя срок, в течение которого вы готовы выйти из этого депрессивного состояния. И это обязательно сработает. И когда время придет, вам будет гораздо легче. Вы просто выпрыгнете из прежнего состояния. Если вы даже не на 100% будете себя ощущать, ну все, я освободилась полностью, то вам с каждым днем будет становиться все легче и легче, все лучше и лучше. И когда вас вдруг в очередной раз накроет, а это происходит, к сожалению, психика наша так устроена, не случайно я вам эту историю рассказала. Цикличность присутствует во всем. Мы тоже подвержены этим колебаниям. Но теперь у вас есть инструмент, с помощью которого вы сможете выйти из этого состояния. Если вас накрыло, послушайте эту медитацию. Это уже будет ни первый, ни второй, ни третий раз, когда вы ее будете слушать, поэтому работа пройдет еще более глубоко, еще более серьезно, и вы гораздо легче выйдете из этого состояния. Это очень важно услышать и обязательно эту работу продолжать делать. И у меня для вас есть одна просьба. Пожелание. Пожалуйста, прекратите говорить о депрессии, обозначая ее самим термином депрессия. Потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди, находящиеся в таком состоянии, разговаривали со своими знакомыми или просто даже сами с собой, просто смаковали эту депрессию, постоянно прокручивали эту мысль в голове. Ага, мне так плохо, у меня депрессия. Почему нельзя этого делать? Я уже сказала в самом начале, что депрессия – это термин, который пришел к нам из клинической психологии. На самом деле, за этим всем стоит более глубокое психическое расстройство, очень серьезное. Поэтому, когда мы примеряем на себя подобную терминологию, мы совершенно не улучшаем свое психическое состояние. Это так работает. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому просто оставляем эту привычку. Вы сказали, «Я выхожу из этого состояния. Я выбираю радость жизни». С этого момента оставьте эти термины в своем прошлом. Нет у вас никакой депрессии. Если вы чувствуете расстройство, если вам грустно, если вам плохо, вы можете всегда так и обозначить это состояние. Что я чувствую? Как называется то чувство, которое я сейчас переживаю? Сейчас мне грустно, и я имею полное право погрустить. Сейчас грустите, целый день грустите, а потом грусть уходит, и это сменяется более радостным событием, более светлым состоянием. Или же, например, «Мне сейчас плохо». Опять вопрос, «Почему мне плохо?» «Что я чувствую?» Задавайте себе такой вопрос с тем, чтобы депрессия, как термин, у вас отсутствовала в лексиконе, потому что позитивная психология это метод замещения, который мы использовали. Это и сила благодарности, и та фраза, «Как я счастлива, что я счастлива». И мы не автоматически все это произносим с вами, потому что если человеку плохо, а ему говори, как ты счастлив, и тебе станет сразу хорошо. Но когда ты проникаешься этим состоянием, понимаешь, какой за всем этим смысл, какой алгоритм включается, тогда ты сам начинаешь вести себя по-другому. Ты переключаешься на какие-то виды деятельности, на что-то такое, что действительно радует твою душу. Таким образом, мы выходим из этой пучины того, что нам плохо, и переходим постепенно к тому, что нас радует. Так как состояние внутри нас изменилось, мы легко воспринимаем и видим радость жизни. Просто это состояние мешало нам это видеть. А сейчас мы легко это замечаем, легко чувствуем, мы становимся более восприимчивы к радости. Я хочу подарить вам еще одну технику, которая называется фотография любимых. Не секрет, что почти все носят с собой фотографии любимых людей. Правда, очень часто вкладывают эту фотографию в бумажник. Я бы не советовала этого делать, потому что там лежат деньги, которые проходят через тысячи рук, и они несут определенную энергетику. И она, к сожалению, не всегда позитивна, поэтому не нужно, чтобы все это соприкасалось с фотографиями ваших любимых людей. Так вот, нужно найти фотографию близкого вам человека, мужа, ребенка, на который этот человек обязательно улыбается. И достаточно пару минут посмотреть на эту фотографию, у вас сразу же на губах заиграет улыбка. Потому что у нас в головном мозге есть зеркальные нейроны, которые продуцируют зеркальное поведение. Вы смотрите на эту фотографию и искренне благодарите этого человека за все то, что он вам сделал. Потом вы смотрите на эту фотографию и искренне благодарите этого человека. Можно его поблагодарить хотя бы за то, что он подарил вам эту улыбку. И когда вы заканчиваете эту технику благодарности, обязательно поблагодарите окружающий мир за то, что он подарил вам встречу с этим человеком. Этот маленький инструмент поможет вам настроиться с энергией благодарности и с хорошим настроением, которое будет вас сопровождать в течение всего дня. Я вам рекомендую послушать эту медитацию еще несколько раз. Когда вам плохо, слушайте ее, и с каждым разом это будет легче и легче проходить. Процессы в вас уже очень глубоко запущены. И я вас уверяю, со временем вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Если вдруг вам нужна будет индивидуальная консультация, вы можете заказать ее на нашем сайте. У нас работают первоклассные психологи, которые помогут разобраться с нюансами именно вашей личной ситуации, довести вас до желаемого вами результата, помочь со всем справиться. Но я все-таки уверена, что та информация, которую я дала вам, те инструменты, которые я вам дала, помогут вам справиться со всем самостоятельно. Я благодарна вам за то, что вы прослушали этот курс. Я поздравляю вас с тем, что вы проделали такую серьезную работу на этом курсе. И я желаю вам успехов. Я желаю вам растущего ощущения радости, любви, самоуважения. Желаю успеха в возвращении любимого человека. До встречи на других курсах. Всего вам самого доброго.